приветствую всех отдохнувших и смотрящих сегодня у нас в меню спидран по нагибанию в risen 3 и наша сила будет настолько высокой что с наивысшей сложностью в игре враги нас будут бояться а природные стихии игнорировать наше существование ну что ж начнем и первое чему ты должен обратить внимание это превращение в попугая не говоря о том что это самый быстрый способ передвижения в игре это еще дает тебе тотальный похуй со стороны монстров а значит имба первую пачку ты найдешь в этом сундуке и если потратишь две минуты реального времени то получишь еще немного далее зачистив все что лежит и не лежит у нас будет начальная сумма средств которые понадобятся немного позже а мы тем временем плывем на остров тумана пролетая все и всех чтобы получить пдсм цепь дающие десятипроцентный опыт на все а после делаем ту же процедуру для лучшего меча начале игры находящегося в этой пещере и да нужно запоминать весь маршрут поэтому ориентируйтесь на дом упавшее дерево и обрыв залетев пещеру стараемся пройти вот здесь чтобы не тратить еще одно превращение забирая при этом меч далее понадобятся несколько легендарных предметов особенно лиана и кристальный клинок в сумме предоставляющие нормальный такой урон в начале игры с которым уже удобно начинать выполнять квесты для вступления к одной из трех фракций но перед этим легкий заработок в антигуа а также изучение зелья варенья у этой мадам и покупка ритуальных зелий с маной которые понадобятся чутка позже и так все приготовления сделаны поэтому выполняем квесты только из этой цепочки задания чтобы по-быстренькому стать магом вуду кристаллов или рун у каждого свои приколы и недостатки но разница несущественная ну кроме стоимости заклинаний у кристальных магов и табличек древнего знания которое нужно постоянно искать а если серьезно вуду это самый быстрый способ увеличить урон так как бижутерия из костей говна и палок явно более распространенные чем магические кристаллы на золотой цепочке а также с навыком горное дело добывать нефрит намного легче еще быстрое перемещение с попугаем от чего собирать травушки буравушки легче чем мы и займемся чуть далее и некромантия где любой враг после убийства становится твоим другом магия кристаллов что ж это урон урон и еще раз урон не в смысле много а в смысле разнообразно а также ломание замков и почти все виды гляделок магия рун имеет стильные перекаты которые типа лучше работают в отличие от обычных особенно на максимальной сложности призыв воина тени и псины а также паф на ускорение всех атак да есть такой навык у магов кристалла но это работает только для магов и не такой быстрый как у охотников на бледножопах вот и получается что выполнив нужные нам квесты у нас должно накопиться 23000 опыта чего как раз хватает на прокачку нужной нам атакующей характеристики а это значит что если мы соберем 10 мухов духа что легко сделать с оставшимися куклами попугая то в итоге создадим зелья по рецепту которые купим у этой барышни получая пиздец какой урон за три часа прохождения то есть в самом начале игры кстати если купим лапку и откопаем сундучок то повреждение будет достаточно чтобы маргалот получила в рот показывать я конечно такое не буду но вот вам альтернатива с повелителем теней и чтобы посетить данную особу у которой находится недостающие травы нам потребуется либо быть вуду магом проворачивая вот такие фокусы-покусы либо выпить 8 баночек синенького чтобы дойти до сюда сбоем и забрать писульку тем самым сразу переходя в третью главу ну и что остается найти им балансный меч для тех кто прокачал милишку а для него требуется выполнить два квеста на токаригуа и тараниси чтобы запустить реактор взяв последние два камушка из сундука здесь и заснуть их в три столба на карте тем самым открыв пещеру для исследования кстати плюсы иметь меч идут от парирования и защиты если тебе не нравятся перекаты как и мне в отличие от магов которые не могут защищаться что точно также делает наша магия в руках не позволяя защищаться от нее а получение огнестрела еще легче так как нужно только зелье вора и подойдя к этому джентльмену получил лучший дробовик в начале игры но из винтовок хорошую уже сложнее достать и понадобится не только зелья а возможно немного прокачки с бижутерией и несмотря на свое удобство в дальности огнестрел плохо действует на големов поэтому советую вкачать проворство и арбалетик забрать в доме рядом с площадью казни на антигуа а после двойной эскаладора для так сказать аутентичности билда остается только нафармить опыта и собрать цветочков для выносливости получив кучу защиты и урона а также с получения большого корабля почаще начиная общаться с попугайчиком чтобы он не скучал но на самом деле он может рассказать тебе где находится топовая броня в этой игре только ему это не говори а то он ничего тебе не расскажет ссылочка на рецепты траву легендарные предметы с учителями я оставил там все красиво и подробно расписано ну что ж пишите лайки ставьте комментарий канальте на подписку и до встречи в следующих видео он общий он общий она бамбу лягучок и